В эфире РБК новости Башкортостана. Мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа. В студии Максим Окунев. Здравствуйте. Поправки в Конституцию обсудили сегодня ведущие юристы страны в рамках пятого общероссийского юридического форума, который прошел в Уфимском конгресс-холле Таратау. Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров уверен, что изменения в Конституции приведут к положительным социальным и экономическим эффектам. Башкортостан, по словам экспертов, стал одним из флагманов конституционной реформы. Кто мог в 1993 году предусмотреть все, что в стране и в мире будет происходить? Кто сказал, что после этого нельзя ни к чему притрагивать? Это неправильно, несправедливо. И все системы мира, какие бы они ни были в мире, они все идут через трансформацию Конституции. Президент Ассоциации юридических вузов Сергей Бабурин поддерживает позицию премьер-министра республики и считает, что реформа Конституции – это новый толчок к развитию социального государства. Реформа 2020 года исправляет многие недостатки основного детства, потому что она делает более эффективной у нас президента. И она, самая для меня важная, создает реальные возможности, чтобы государство было социально, не на словах, а на ней. В работе 5-го общероссийского юридического форума принимают участие председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, президент Ассоциации юридических вузов Сергей Бабурин, член правления Союза Ассоциаций судей Азербайджана Рамин Гурбанов и многие другие выдающиеся юристы страны из дружинственных государств. И в продолжение темы. Сегодня в рамках юридического форума презентовали первую в стране QR-конституцию. Интерактивный проект поможет распространить информацию о новых поправках в основной закон страны и предоставит доступ к ее актуальной редакции. Участники форума отметили, что QR-конституция будет элементом нематериального цифрового наследия нашего региона. Она позволит объяснить гражданам многие нормы права в доступной форме. Люди наши должны знать законы, понимать законы, использовать законы для достижения своих прав, для защиты своих прав. Новая конституция, которая будет в скором времени и на региональном уровне поправлена, в общем-то это даст большие возможности для участия людей в публичной жизни, в жизни страны, республики. И мне кажется, это стоит того, чтобы это все знали, все понимали, об этом дискутировали. Стенды с QR-кодами установят в многофункциональных центрах республики, Башкирском государственном университете, остановках общественного транспорта и других локациях. Первую стелу установят в Конституционном суде Башкортостана. Арбитражный суд Республики удовлетворил иск Генпрокуратуры страны об изъятии акций Башкирской содовой компании. Об этом стало известно сегодня после заседания. С вступлением в законную силу решение суда акции в полном объеме передадут Росимущество. В конце августа президент страны Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законы сделки по утрате госконтроля над Башкирской содовой компанией в 2017. В результате приватизации акционерами БСК стали компания Башкирская химия, региональный фонд, торговый дом Башкирская химия. Ущерб тогда оценили в 34 миллиарда рублей. Такой иск суд удовлетворять не должен был. На мой взгляд, тому есть несколько причин. Первая причина. Очень странно, что акции требуются в федеральной собственности, а не в республиканскую. Даже если говорят о том, что были проблемы с приватизацией, что это было сделано незаконно. Хотя это тоже вызывает вопрос, почему это незаконно. Так вот, если даже так, то очень сомнительно, почему акции входят в федеральную собственность, а не в собственность нашей республики. Отмечу, что в октябре глава Башкортостана Ради Хабиров заявил, что власти региона поддерживают исковые заявления Генпрокуратуры. По его словам, интересы республики не пострадают, а только упрочатся при переходе акции Росимущества. Генеральный директор БСК Эдуард Давыдов от комментариев по решению суда отказался, отметив, что его основная задача – обеспечить эффективную работу компании и контролировать выполнение всех договорных обязательств. Федеральный фонд защиты прав дольщиков достроит три дома в Уфе и Кармаскалинском районе. Квартиру в них купили почти 300 семей. Проекты не завершили компании «Интеграл», «Башинвестдом» и «Инвесткапиталстрой». Также будут восстановлены права еще 200 дольщиков «Стерлитамака», которые приобрели жилье у единой торгово-закупочной компании. Им выплатят денежные компенсации. Все четыре компании признаны банкротами. 80% средств на завершение строительства направят из федерального бюджета и 12% из регионального. Напомню, что Минстрой республики совместно с Фондом защиты прав граждан-дольщиков взял на рассмотрение 89 проблемных домов республики. На сегодняшний день Наблюдательный совет фонда уже ознакомился с заявками на софинансирование 50 объектов, на которые выделят 5 миллиардов рублей. До конца года будут рассмотрены еще 12 заявок. Крупные и средние предприятия инвестировали в основной капитал Северо-Востока Башкортостана в этом году 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает Министерство экономического развития и инвестиционной политики республики. По данным ведомства, это на 4% больше, чем годом ранее. На сегодняшний день на Северо-Востоке реализуются 115 инвестпроектов почти на 6 миллиардов рублей. Они позволят создать 1130 новых рабочих мест. С начала этого года реализовано 26 проектов почти на 300 миллионов, трудоустроено 70 человек. Напомню, что в республике реализуется среднесрочная программа социально-экономического развития Северо-Востока. Ее основная задача – это формирование комфортной среды для населения, повышение уровня и условий жизни. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК УПА. РБК УПА. РБК УПА.